Ирине было 38, когда болезнь перешла в терминальную стадию. Врачи не верили и сомневались, такая молодая не может быть рак. А потом они сомневались, что Ира проживет хотя бы три месяца. Но она прожила гораздо дольше, у нее было много незавершенных дел. В конце лета 2018 Ирина стала подозревать, что у нее есть проблемы со здоровьем, слабость, одышка, кашель. Потерпев месяц, отправилась на обследование. Снимок грудной клетки показал наличие большого объема жидкости в флевральной полости. Ирину госпитализировали с диагнозом пневмония и лечили по соответствующему протоколу. Спустя три недели лечения диагноз поменялся на туберкулез. Подозревали даже ВИЧ-инфекцию. И лишь спустя два месяца выяснилось, что ситуация гораздо хуже – рак легких уже в четвертой стадии. Ира тогда была уже в таком состоянии, что химиотерапию не перенесла бы, и ей назначили таргетный препарат, но без особой надежды на результат. Онколог сказал маме Ирины, чтобы они не искали других врачей и лекарств. Не мучились зря. Ира до Нового года не доживет, потерпите немножко. Но лекарство буквально поставило ее на ноги и принимала Ира его до лета следующего года. А затем препарат действовать перестал. Тогда с кема лечения была изменена. Ире прописали очень редкий препарат – тагриса. Это цитостатик, который применяется для терапии тяжелых раковых заболеваний легкого с метастазами, мутациями, предотвращает появление новых метастазов, препятствует делению раковых клеток и способствует их самоуничтожению. Препарат израильского производства Ири был не по карману. Препарат можно было получить бесплатно, но на него необходимо было собирать много справок и проходить дополнительное обследование. А когда все было собрано, оказалось, что оригинального препарата нет в аптеках. Ире пришлось принимать не очень качественный аналог препарата, который ей помогали покупать друзья и фонды. Однако толку от такой замены было немного, но все же лучше, чем совсем без лечения. Лишь в начале 2020-го ей удалось добиться оригинальное лекарство бесплатно. Однако таблетки выдавались только в стационаре, и Ире приходилось каждый день приходить за новой таблеткой в больницу, отсиживать большие очереди. Ира добиралась туда с огромным трудом. На лекарстве Ирина продержалась еще год, а затем уже самарский хоспис подобрал ей схему палеотивного лечения и обезболивания. Она мечтала еще раз увидеть море, и ее мечта сбылась. Она была счастлива, но все равно было страшно, до последней минуты. Она лишь хотела уйти без боли, так и получилось. Из хосписа ее удалось перевезти домой, где она провела с семьей последние сутки своей жизни. «Самое страшное в смерти, что тебя не будет, а все будет, как было. Мир будет такой же, а от тебя не останется и следа. Обидно, что я не увижу, как сын будет расти. Страшно, что никто не будет моих детей любить так, как я. Иногда младшего обниму и реву. Люблю их. Но надежда на чудо все-таки остается. Может, уйдет еще рак. Бывает же. Бывает.